все кабеля заходят компьютер и но редко такое конечно но бывает что фишка не доставлены но надежные машины вообще хил но скажем так это один из всех брендов которые упускаются в японии здесь вот видно как раз как устанавливается сюда компрессор как он уже работает они же сказали конкретно что это будет стоить много денег но кто был в таиланде ну то есть мотороллер тормоз дал она можете просто тупо в клин встает клин стоит не отпускает тормоза там туда забивает смазку обычно я это пока машина доезжает там до россии постояла стоялась эта смазка так засыхает сильно передаем очередную машину я уже из этого снова выдачи несмотря на субботу и не суббота что сегодня уже суббота сегодня у нас третий день непрерывных съемок я уже боюсь сколько времени там монтировать буду там уже часов 20 машину мы уже сегодня не успели очень быстро сдалась и быстро уехала в омск дилеру м тракс вот сейчас будем передавать машину для красноярска компания махина дилер хина вот у нас тут сергей махина кстати она не только хина продает она еще по моему на манах специализируется махина манажей дальше продаете маны до дофы дофы раз мерседесы пошли и мерседесы пошли серьезный дилерский реально которая может вполне реально то есть это промахина официальный дилер сейчас мы сейчас мы называемся звезда сибирь а о я даже не знал прям звезда сибирь звезда сибирь там что располагается там все все кабеля заходят в компьютер и но редко такое конечно но бывает что фишка не доставлены и она ругается на панели приборов чеком а сам компьютер не стоит компьютер внутри стоит компьютер внутри стоит блок управления а вот это чё за штука стоит тут смею все интересно было за колесом вот здесь вот они здесь нету на 300 машинки стоит здесь тоже куча проводов и блок какой-то ства это идет там очевидно нет это идет конкретно по после аккумулята силовые предохранитель то есть там все тут силовые стоят а там уже мозгов мозгов нету не там тоже стоит за мозги там находится также в кабине 300 и машинки вот здесь вот стоит все выгодно блок предохранитель силовой блок ну понял то есть мозги в кабине но здесь вообще вот если брать евро 4 евро пятую то есть раньше допустим шел один компьютер конкретно управление всем здесь два идет одесса я здесь один на двигателе стоит полностью это управление двигателем бодрит там уже идет все потому что сейчас мочевина тут связано поэтому они завязали на один компьютер им очевидным сразу управление двигателем а вот то что предохранитель у них снаружи стоит не мочит их ничего то где вот когда снаружи на маленькой машине 100 до там релюхи и быков и бы и предохранители помогаете язык ну то есть нормально ничего там я не протекая не даже плавают смысле плавают ну есть а машина может люди которые просто вот едет но у меня же машина высокая на и вот так вот проеду через 100 но надежные машины вообще хим но скажем так это один из всех брендов которые выпускаются в японии и поставляется чисто шоссе на наш рынок и сузу ульяновский да это canter mitsubishi где собираются уже там где тоже под москвой под москвой собирают у нас довольно таки надежный аппарат единственное что в нем не есть сильно хорошо это уж чрезвычайно мягкий кабин мягкая подвесками подвес кабины самой а так были японский спорткар так называй экономия топлива во первых экономия топлива во вторых отойдет во вторых это уже идет грубо говоря скоро 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 скоростной режим видишь скоростной режим это хорошо а чья тут холодильная установка стоит вот это я так понимаю аж термо агрегат холодильника производства это корейский корейский они все называются термо а у них в период первое слово они должен термо аж термо вот здесь как раз можно посмотреть как кондиционер и компрессор установлен здесь вот видно как раз как устанавливается сюда компрессор как он уже работает получается где вентилятор стоит я думаю еще держки вставят да 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 еще дополнительно стоят шкиф именно для привода компрессора холодильной установки натяжной ролик получается за обязательно термо ролик и сам компрессор вот это компрессор да да вот вот это компрессор вот это компрессор Здесь же оно обработано, здесь, я понял, герметик. Но я не знаю, я в жизни не особо с БУ-шными встречался. Гниет вообще здесь, не гниет? Тут вот чуть-чуть. Вот тебе на ремонт заезжают хины, гниют они старые, нет? Не гниют? Обработка металла. То есть вот подкрылки все чисто, да? Даже вот евро-четыре, евро-три. Нет, евро-третье, евро-четыре, она большая. Мне сразу свещение меняет. Свет меняет. Почему? Ну потому что, во-первых, допустим, у нас самый классный свет ни на чем. На трех сотках самый обалденный свет. И на последних вот этих евро-пятых GT-LGH. На этот свет сладкий. То есть модальным ты идешь как путний парень, вот вижу. А здесь галоген. Здесь простые лампочки. Простые лампочки. А там уже ставят дневного освещения такие. Холодно-белого цвета. Да, да, да. Вот даже парень ведюку с Ухотской персоналкой. То есть до того как, после того как небо и землю. Вот с этим светом можно есть. Но странно, да? Японцы, они же вроде такие продвинутые. Нет, они же задавали вопрос по поводу света. Они же сказали конкретно, что это будет стоить много денег. Побери ты эту репленку, поставь плоской стеклой и все. Ну да, здесь получается оно еще такое. То есть из 90-х, да, стекло? Да, как на Крузере 80-м, 96-го года выпуска, да? А сейчас же идет гладкая. Нет, здесь, видишь? Ну тут и рассеивают. Тут же он же и функция рассеивателя. Сразу это луч, преломление. Нет, ну смотри, стекло, стекло. А, видишь, еще тут покрытие вот это пластик. А, сверху пластик еще, да? Вот, видишь, сверху пластик. Раньше еще, помню, были форсунки отдельно стояли. Ну это на 300-х. На 300-х они стояли. Так и есть, значит? Это на этих, на тук-туке на 650-х. Ну тук-тук это Хина 300, категория N1. Ну узкая кабина, так называемая. Почему тук-тук? Ну кто был в Таиланде, кто поймет. В Таиланде есть тук-тук. Ну то есть мотороллер. Ну, у нас просто народе тоже его называют мотороллер. Маленький такой. Да, то что малейший. Маленький. Тук-тук. Филдер и тот меньше, чем он. А тук-тук это русское уже придумали, что интересно? Или в Таиланде то, что вот эти есть? Нет, скорее всего нет. Или это официальное название тук-тук? Люди, которые в Таиланде привозили кружки, там нарисованы, там написано. Тук-тук, да? Тук-тук, да, поедут. По-тайски. Так, ну все, можно закрывать. Проверим, ошибка ушла, нет? Не ушла? Ну, кстати, это вывод под камеру заднего хода. Вы сразу кабель закладываете? Да, это при заказе клиент попросил, чтобы ему вывели. И вот он потом будет сам устанавливать. Монитор заводить. Да, что нет. Я не использовала на проверку системы. Несправность. Несправность. Так а может поехать, и она уйдет, нет? Да, может быть. Было уже несколько раз такое, да? Да, было забирание. Да, 20, что-то 20 километров или сколько? Или разгоняешься до какой-то скорости? Нет, это у тебя курсовая. А, курсовая была, да? 25, у тебя курсовая газ. Да, когда она не подастла, она откидывалась как-то верно. Тормозан бьешь, она не подастла. А когда она по тормозам, наверное, у нее же там стоит... Здесь датчик не стоит, на левом колонне. Датчик на что? На курсовая устойчивость. То есть у тебя датчик этот, видишь, что у тебя руль прям... А-а-а. Потом начинают вычислять колеса в Google. Вот. Вот. Бывая ситуация, это мы отдавали куда? На ТУ у нас ушла машина. Сделали диагностику, пробежали. Все нормально, вошедка ушла, все нормально начало работать. Потом, несколько раз опять, эта машина уже в Абакан вернулась к нам официальным деливерам. Да, на ТУ-7. И в оконцове, потом, пока Хидомоторселлс не поменяла, блок управления. А, даже так? Блок управления поменяется. То есть ты постоянно устойчивость горела? Да, то есть она себя ведет потом неадекватно. Машина? Да. Она, вот если где-то вот с Кемерово, когда идешь туда уже, то есть если тормоз дал, она может тебе просто тупо в клин встает. Клин стоит, не отпускает тормоза. Потом раз-раз-раз, сама вроде что-то там за работа забыла. Бак проверялся, тормоза открывается. Ну, почему, а есть же еще такая беда, засыхает там смазка. Да, ну это тогда, это не просто. Есть такая вот особенность. Забрав, кто приехал, она не открывается. Она не открывается. Причем летом, вроде абсолютно нелогичное поведение замка, да? Ну, а мы потом разобрались с этим. Когда заводы выпускают их, там туда забивают смазку обычно. И это пока машина доезжает там до России, постояла, отстоялась, эта смазка так засыхает сильно. Ну, никто же не открывает бак, заправили, ну и все. Как бы, ну там, 3-4 месяца, 6, может никто не было, не ходить туда. Просто засыхает, и рук невозможно ничего сделать. Пока феном не нагреешь, смазку не расставишь. Да, ну, да. Потеряешь это все, и потом оно начинает нормально работать. Столкнулись с такой особенность. Вот он тук-тук стоит. Тук-тук. Он даже летом, при скорости 30 км в час, если где-то маленькая водичка. Так, ну все, Евгений Владимирович. Я помчался? Спасибо тебе большое. А мне-то за что? За то, что приехал за очередным автомобилем. Очень часто ты у нас покупаешь автомобиль, и нам это очень приятно. Все нормально, видно? Спасибо. До свидания, счастливо доехали. Махини, привет всей. Хорошо. Хорошо. Все. Вот и все на сегодня. Уехал очередной. Сегодня короткий день, выдача всего двух автомобилей. Это у вас генератор стоит или чего-то? Да, это дизельный генератор, их два штуки. По 100 кВт каждый. К сожалению, бывают отключения. Ну и поскольку цикл прессования не допускает разрыв временной. Если, например, идет процесс прессования, и он на треть всего прошел, отключить вакуум, ну, можно выкинуть все, что в прессе лежит. Все поражает. Да, это очень... Ну и с точки зрения, в принципе, бесперебойности работы завода. Константин, большое спасибо, что в очередной раз посвятили нас, нашу компанию. Очень приятно с вами сотрудничать. Надеюсь, нам будет что-то и дальше показывать интересное для наших подписчиков, вообще телезрителей, YouTube каналов. Я надеюсь, что это видео вам принесет много-много покупателей, и я к вам прям регулярно ездить буду. Чтобы у вас было еще больше новых покупателей. Да, да, да. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин